Добрый день! Меня зовут Валентин Хохлов. Это очередной выпуск из цикла об истории средних веков. В этот раз я хотел бы предложить еще одну так называемую скрытую жемчужину цикла, то есть тему, по которой не так много информации, и о которой вы, вероятнее всего, мало что слышали до сих пор. Это Геральтика. Как и многие другие вещи, о которых мы говорили в последнее время, она является уникальным феноменом высокого средневековья. Источником информации об этой теме для меня является Illustrated Book of Heraldry, тоже книга, которую я в свое время привез из Англии, и по которой я много информации о Геральтике и почерпнул. Сама по себе Геральтика это область знаний, относящихся к оформлению и демонстрации гербов, то есть определенных комбинаций цветов, фигур, символов на вооружении и одежде, которые передаются по наследству и служат для идентификации человека. И слайдер пишет, что Геральтика первоначально имела чисто утилитарное назначение, а именно опознать воина на поле боя, а затем уже появилось ее церемониальное назначение. Возникает Геральтика в начале 12 века. Например, те рода, которые угасли в 11 веке, не оставили нам своих гербов. Тут можно вспомнить и старший дом Вельпов, который правил в Ариладе, и саксонскую династию Священной Римской империи, и род Бернара Плант-Вилю, графов Аверни, впоследствии герцогов Аквитанских. Собственно, мы не знаем их эмблем, и вероятно, у них не было гербов. С другой стороны, на знаменитом гобелейне из Байо, который был соткан в конце 11 века, он изображает деяния Вильгельма-завоевателя. Видны некоторые уже изображения на щитах, но эти изображения пока что не героидические. Известно, что самому герцогу Вильгельму в битве при Гастингсе, это 1066 год, пришлось снять шлем для того, чтобы воины из нормандской дружины могли опознать его и не принялись за противника. А это всего лишь середина 11 века. Развитие вооружений в следующем 12 веке привело к тому, что опознать воина со шлемом на голове в бою было практически невозможно. И поэтому возникла потребность в нанесении каких-то обозначений, каких-то символов для идентификации, по крайней мере, свой-чужой. И самым логичным выходом для этого было использование поверхности щита. Поэтому основой для гербов и стало поле щита. Однако, сами по себе гербы также наносились и на сюрко, то есть на одежду, которая была поверх доспехов, и на попоня коня. Один из первых отмеченных в истории гербов, даже случаев пожалования герба, произошел в 1127 или 1128 году, когда король Англии Генриха I посвятил в рыцаре своего зятя Жофру Апплом Тегенета, впоследствии ставшего графом Алжу, и по свидетельству Джона из Мармуте, король дал своему зятю синий щит с шестью львами. Такой герб мы также видим у его внука Вильгельма по прозвищу Длинный меч, графа Солсбери, внебрачного сына короля Генриха II. Таким образом, мы можем судить о том, что геральдика возникает в первой половине XII века. Гербы в геральдике это не только щит, полный герб стержит множество других элементов. Над щитом помещают рыцарский шлем или же корону, в зависимости от статуса обладателя герба. Над шлемом обычно размещается нашлемник, по-английски crest, который играет вторую по значимости роль в идентификации человека, потому что фигура на нашлемнике является уникальной. Сам щит поддерживают держатели. Обычно это две фигуры людей или животных, там единороги, могут быть львы. Под щитом может располагаться орденский знак, того ордена, к которому принадлежит его владелец, а ниже лента с девизом. Наконец, все это великолепие может обрамляться в мантию, также согласно статусу владельца герба. Если мы возьмем сам щит, то это называется малым гербом. Изображенные на его поле элементы были ключевым идентификатором человека. Они далее могли изображаться на сюрку, на попоне боевого коня, на различных флагах, баннерах, штандартах, драпировках, в одеянии слуг и так далее. И уникальность герба защищалась обычно на уровне суверена или специально установленного органа. Хотя механизм пожалования гербов различался от страны к стране и от эпохи к эпохе. Вот Слайдер пишет, что во Франции 17 века даже крестьяне могли иметь герб, если они платили специальный налог на это. А в Швеции гербы можно было регистрировать так же, как торговые марки. В Священной Римской империи право пожалования гербов имели дворцовые графы. В Англии с 14 века существовал суд констебля и маршала, а впоследствии граф маршал стал тем лицом, который от имени суверена жалует гербы и возглавляет геральдическую коллегию. Основной интерес, пожалуй, представляют правила оформления полигеральдического щита, что является основой герба. Эти правила возникли в 12-13 веках и, конечно же, в основе их лежала практика. Тогда нанести на щит можно было лишь ограниченный набор цветов. Белый, желтый, красный, синий, черный. Возможно, зеленый и пурпурный. Они относятся также к геральдическим щитам, хотя я очень редко их встречал на старых гербах. А вот такие цвета, как оранжевый и коричневый, судя по всему, добавились в палитру значительно позднее. Белый и желтый цвета стали соотносить с серебром и золотом и, соответственно, называть металлами. А вот остальные цвета называли эмалями. Кроме того, есть еще два геральдических меха. Это горностаевый, его называют эрмин, и беличий, вер. Эти металлы, эмали и меха, называют тинктурами. Тинктуры берут свои названия от старо-французских слов. Серебро это аржан, золото ор, черный цвет сабль, синий цвет озюр, красный цвет гюльз, но это английское произношение, по-французски, наверное, правильнее гюль. Зеленый вер, вернее, по-французски это вер, а по-английски его произнесут как верт. А французы даже этим словом не пользуются, они называют зеленый цвет синополь. Почему? Потому что зеленый, вот слово вер, звучит очень похоже на беличий, вер. То есть вот даже для уха французов это различие почти неуловимо. И вот чтобы не путать, они зеленый называют синополь, но мы будем называть верт. И пурпурный пурпур. Существует черно-белая версия изображений тинктур, которая особенно хорошо подходила для гравюр. Серебро на ней никак не изображается, золото изображается точками, красный цвет изображается горизонтальными полосами, синий вертикальными полосами, зеленый касая штриховка слева сверху вправо вниз, а пурпурный это обратная касая штриховка, то есть справа сверху влево вниз. Поскольку основной задачей гербов было распознать воина на поле боя, или же издалека, то контрастность изображений была крайне важна, и отсюда следует главное правило тинктур. Металл не наносится на металл, а эмаль на эмаль. Единственное разрешенное исключение из этого правила это герб Иерусалимского королевства, в котором золотые кресты находятся на серебряном поле. Когда люди, не разбирающиеся в геральдике, берутся составлять гербы, то вот это основное правило тинктур очень часто нарушается, и создаются гербы, которые для высокого средневековья были просто немыслимы. Ну, возьмем, к примеру, знаменитую игру престолов Джорджа Мартина. Герб Таргариенов. Красный дракон на черном поле. Совершенно немыслимое сочетание для классической геральдики. То есть это эмаль на эмали. Или же герб Старков. Серый волк на серебряном поле. Но вообще не существовало серого цвета. Серый это мог быть как бы оттенком серебра, и серебро на серебре это просто было неразличимо. Да и, как вы видите, этот герб на экране, он плохо различим издалека. В то же время такие гербы, как Баратоны, черный олень на золотом, Ланнистеры, золотой лех на красном, Тиралы, золотая роза на зеленом, вполне соответствуют классической геральдике. Когда мы говорим о композиции щита, то его правая относительно владельца сторона зовется Декстер, а левая Синистер. Когда мы смотрим на герб, то для нас все получается наоборот. То есть Синистер на изображении расположено справа. И дальше я буду говорить вот как бы от зрителя, как расположены элементы. Сами описания гербов начинают сверху вниз, от Декстер к Синистер. То есть на изображениях слева направо. Формальное описание герба называется блазон. И имеет определенные очень строгие правила, о которых я расскажу ниже. Поле щита может делиться. Причем в английской и во французской традициях эти деления называются совсем по-разному. И я привожу наименования, согласно английской традиции, так, как их дает слейтер. Поле может делиться пополам по вертикали, по горизонтали, по горизонтали, по диагонали, по бенд. Это слева сверху, то есть от Декстер стороны. И по диагонали Синистер, то есть от Синистер стороны. На изображении это как бы сверху справа, вниз влево. Также можно делиться по Шеврону. Поле может делиться на три части по вертикали, по горизонтали, либо же буквой Y. Деление на четыре части, возможно, по двум диагоналям, per cell tire, или на четверти по вертикали и горизонтали. Возможно, более дробные деления. Это может быть шесть горизонтальных, или вертикальных, или диагональных полос, шевроны. Их сочетания вообще дают различные варианты деления поля щита. Наиболее базовым узором на поле щита являются полосы, которые называются ординариями. Эти полосы обычно размером 1 третья или 1 пятая, от ширины или высоты щита. Их комбинации могут давать крест, или букву Y, или скошенный крест, который называется еще салтая. Не стоит путать ординарии и деление щита. Хотя некоторые комбинации очень похожи. Например, если мы делим поле щита вертикально, pay, то у нас будет визуально четное число полос. А если мы наносим на поле щита ординарии в виде вертикальных полос, то у нас их будет нечетное число. Ну, если вот смотреть на щит, то как бы вот поле щита эти полосы будут давать нечетное количество как бы визуальных полос. А сами вот эти полосы, они, кстати говоря, называются palettes. Вот на гербе графа Барселоны, который звучит как орд 4 полосы yuls, то есть 4 красные вертикальные полосы на золотом фоне, мы видим визуально сколько? 4 полосы плюс еще 5 промежутков между ними, 9 как бы таких визуальных полос. То есть мы можем заключить, что это именно ординарии, а не деление щита, иначе это было бы там 8 или 6 или 10 визуальных полос. Значит, одной из ординарий является чиф. Это горизонтальная полоса в верхней части щита. Подчиненным узором являются субординарии. Из них наиболее распространены бордюры, то есть полоса по краю щита, или инискочен, маленький щит. Вообще щит называется еще эскоченом. Другими вариантами являются ромбы, лозинж, полые ромбы, маскл, круги, рондол, кольца, аннуле, прямоугольники, биллет. Интересно, что круги получили уникальные названия по своей тинктуре. Золотой круг, золотой круг, бизант, как золотая византийская монета, серебряный, плейт, как тарелка, красный, торто, синий, хард, как черника, хардбери, хардбери, черный, пелле, или пеллет, зеленый пом. Это по-французски яблоко пом. Примерами гермов, на которых используются супординарии, является герб сеньюров де Куртене, ор, три торто, то есть, три красных круга на золотом, виконтов де Роган, гюльс, девять масклс, ор, то есть, девять золотых полых ромбов на красном. Или графов Нассау. Это, кстати говоря, нынешний королевский дом Нидерландов. Это озюр, билетти, ор, лев, рампан, ор, когти и язык, гюльс, то есть, золотой лев, с красными когтями и языком, на синем поле, с золотыми прямоугольниками. Раз мы уже упомянули о гербе Нассау, то перейдем к геральдическим животным. Лев, хотя на самом деле, судя по изображениям, это скорее леопард, но по традиции будем называть его львом. Это самое популярное животное, мы видим его на гербах. Анжу, Нормандии, Англии, Акритании, Королевство Леон, Фландрии, Брабанта, Генегау, Лимбурга, Левана, Люксембурга, Намюра, Голландии, Нассау. Есть множество вариантов изображения льва на гербах. То есть это все от французских соответствующих глаголов. Очень популярен лев, вставший на задние лапы. Это называется рампан. Если голова льва повернута к нам, то добавляют слово гердан, как бы лев настороженный. А если голова повернута назад, то добавляют слово рёгардан. Ну вот, например, очень распространенная фигура льва рампан-гердан. То есть ставший на задние лапы лев с головой повернутой к нам. А если, например, это лев, который идет, но голова повернута к нам, то будет лев пассан-гердан. Из птицов более часто встречается орел. Его мы видим на гербе Священной Римской империи. Это наследие, кстати говоря, и римских орлов. И поэтому орел также на гербе Византийской империи, откуда он перешел в Россию. Орлы были на гербах Польши, Моравии, Силезии. На гербе лотарингии встречается аллерион. Это вымышленная птица, хотя часто называют птицу на гербе лотарингии дроздом. Но это не совсем так. Из рыб, пожалуй, стоит упомянуть дельфина на гербе дофинов вьенских, а также породнившихся с ним части доба графов оверни, которых стали называть дофинами овернинскими. Еще одна рыба – это барбус из семейства карповых, которая изображена на гербе графов бар в лотарингии. Что касается флоры, то здесь, конечно, вне конкуренции цветок лилии, или же флор-дю-лис, которая прочно вошла в историю как королевский герб, капитингов, королей Франции. Теперь давайте поговорим о лозоне, то есть о герологическом языке описания гербов. Начинается описание с деления и тинктуры попя. Причем в случае деления и тинктуры ее называют, глядя от нас, слева направо, сверху вниз. Далее называется главная ординария и ее тинктура, после чего называются находящиеся на ней или возле нее элементы и их тинктуры. А если поле счета разделено на четверти, то они описываются отдельно. Слева направо, сверху вниз. После описания счета называют остальные элементы герба, корона, шлем на шлемник, девиз, поддерживающие фигуры и так далее. Приведу несколько примеров. Герб династии капитингов, королей Франции, описывается очень просто. Азюр, Сюме-де-лис, Ор. Азюр, это синий цвет. Сюме, это слово, которое обозначает, что элементы как бы разбросаны по полю счета. Здесь имеется в виду, что множество цветков лилии, золотых, поскольку слово Ор, разбросано по полю синего счета. С 1376 года младшие ветки капитингов, Валуа, которые правили Франции, изменили герб. И на нем стали изображать три цветка лилии. И он звучит так. Азюр, три, флёр, дюлитс, Ор. Герб герцогов Британии описывается одним словом. Эрмин. То есть, просто поле горностаевого меха. Герб герцогов Аквитании. Гюль. Лев. Пассан. Гердан. Ор. Ну и можно еще добавить когти и язык. Азюр. Во французской традиции, кстати говоря, лев Пассан называется еще леопард. И поэтому часто этот герб звучит как гюль, леопард, ор. У герцогов Нормандии был похожий герб, но с двумя львами. То есть, это гюль, два льва, пассан, гердан, ор. Соответственно, герб плантагенетов, которые мы следовали и герцогство Нормандию, и герцогство Аквитанию, стали королями Англии. То есть, герб королей Англии это гюль, три, льва, пассан, гердан, ор. Когти и язык, азюр. Вот пример с ординарии. Герб епископа Фреймса. Он получается из герба Капитингов с наложением двух полос в виде серебряного креста. То есть, азюр, семе-де-лис, ор, крест, оржан. А у епископа Алана такой же герб, но на грауной ординарии имеется еще дополнительная фигура. Красный епископский посох. И звучит это так. Азюр, семе-де-лис, ор, на кресте, оржан, епископский посох, гюльз. А вот довольно сложный пример. Короли Португалии. У герба этого долгая и сложная история, но в нынешнем виде он выглядит и звучит так. Оржан. Пять расположенных крестов, щитов, озюр. На каждом из них столько же расположенных косым крестов, кругов, оржан. Все это внутри бордюра гюльз, на котором расположены семь замков с тремя башнями ор. Основной герб переходил по наследству, наследнику рода, например, у капитингов от короля отца, королю сыну, а младшие братья его получали. Апанажи не могли наследовать королевский герб, но получали его варианты. До Филиппа Августа это была комбинация цветов, то есть сине-золотые цвета, но другие элементы. Например, герцоги Бургундии это первый капитинговский дом имел герб, где поле щита было разделено на шесть золотых и синих полос по диагонали внутри красного бордюра. И это звучит так. Разделенный полосами щит на шесть полос Ор и Озюр, бордюр, гюльз. Капитинский дом графов Вермондуа имел герб, где поле делилось на множество квадратиков как бы шахматкой. Квадратики золотые и синие. И звучит он так. Чеки, Ор и Озюр. Ну, чеки, это можно сказать как бы шахматный порядок. Третий капитинский дом это графы Дрё. Получили такой же герб, но в красном бордюре. Начиная с Филиппа Августа младшие сыновья короля получали королевский герб с лилиями, но на нём наносилась некоторая модификация. Наиболее типичная из них была ламбель или же по-английски лейбл. Значит, Филипп Юрпель, сын короля, получил на щит лейбл красного цвета с пятью концами. И это называется так. Озюр, Семе-де-Лиз, Ор, лейбл с пятью концами, Гюльз. Робер, граф Артуа, сын Людовика Восьмого и Бланки Кастильской, имел лейбл с тремя концами, тоже красного цвета, а на концах были изображены золотые замки. Это герб Кастильи. У его младшего брата, Карла Анжуйского, вот того самого, которое впоследствии завоюет Сицилийское королевство. Первоначально был королевский герб внутри красного бордюра, а по бордюру были размещены золотые замки. Но с 1246 года Карл вместо бордюра стал использовать красный лейбл с тремя концами. Сын Людовика Святого Жан-Тристан, граф Валуа, имел просто красный бордюр и герб звучал так. Озюр, Семе-де-Лиз, бордюр Гюльз. А другой, его сын Робер, граф Клермона Анбовези, сеньор Де-Бурбон, откуда, кстати, идет род Бурбонов, имел красную полосу по диагонали, которая называется просто Бэнд. И звучит его герб так. Озюр, Семе-де-Лиз, Бэнд, Гюльз. Лейблы, бордюры и Бэнды, то есть диагональные полосы, часто отличали гербы младших сыновей. Наконец, если человек наследовал гербы по отцовской и по материнской линии, то поле счета делилось пополам или же на четверти. Например, Филипп Красивый, наследовавший Францию от отца, а королевство Наварро от матери, разделил поле на двое и в каждом взял по половине соответствующего герба. То есть, это называется разделенный перпейл, то есть разделенный на две части по вертикали. Озюр, Семе-де-Лиз, Ор и Гюльз, цепь золотая, цепь Ор, размещенная по периметру, по кресту и по косому кресту, а в центре ее размещен истинный изумрук. Сын короля Иоанна II, будущий Карл V, который стал дофином, первым дофином, когда вот как раз дофинер было приобретено королями Франции, разделил щит на четверти, где в первой и в четвертой был герб Валуа, который уже упоминался выше, а во второй и в третий герб дофинов венских и звучало это так, разделенное на четверти, в первой и четвертой Азюр, Суме Долис, Ор, Бордюр, Гюльз, а во второй и третий Ор, Дельфин, Азюр, Гребень, Борода, Плавники и Хвост, Гюльз. Когда наследовалось два сложно составных герба, то поле щита могло делиться на 1,8 часть, по 1,16 части и так далее. Причем в них могли помещаться как сами по себе сложно составные гербы, наследуемые от родителей, так эти гербы могли разбиваться на свои составные части и размещаться отдельно эти составные части. Ко второму случаю относится нынешний герб королей Испании, которые наследовали королевство Арагон от Фердинанда, а королевство Леона Кастилия от Изабеллы. И причем порядок может быть такой, что герб отца размещается в первой четверти и так далее, то есть более почетной, а герб матери следом. Но в случае Испании наоборот на наиболее почетных местах стоят наследуемые от Изабеллы гербы, видимо, потому что Кастилия и Леон считались более такими почетными королевствами. Этот герб выглядит и звучит так. Вот в первой четверти герб Кастилии Гюльс, замок Ор, окна и двери Азюр, во второй четверти герб Леона, Аржан, Лев Рампан, Пурпур, Корона Ор, язык когти Гюльс, в третьей четверти герб Парагона, Ор, четыре вертикальные полосы Гюльс, в четвертой герб Наварры, Гюльс, Сет Ор, по периметру, крестом и косым крестом, в ее центре Изумруд. Внизу щита герб Гранады Аржан, раскрытый натуральный гранат с зернами Гюльс, а его держат стебель и два листа Верт. Нынешний король Испании, который происходит из дома Гурбонов, еще добавил в центр круглый щит Азюр, три Флёр Дю Лиз Ор в бордюре Гюльс. Аналогичную картину наблюдаем на гербе Короля Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии. В первой четвертой четвертях уже упомянутый герб Англии Гюльс, три льва по Сан-Гердан Ор. Во второй герб Шотландии Ор, лев Рампан Гюльс с когтями языком Азюр, в двойной кайме с цветами и противоцветами Гюльс. В третий герб Ирландии это Азюр, Лира, Ор со струнами Оржан. Ну, это современный герб. А вот сразу после славной революции 1689 года Королевский герб Марии Второй и ее мужа Вильгельма Третьего Оранского был составлен из двух соответствующих половин, то есть не разбивались компоненты отдельно, взяли сразу два счета и просто поместили в правую и в левую половину. Вот слева от нас, то есть на стороне Декстер герб мужа, а справа на стороне Синистр жены. Но эти самые половины, как вы видите, они практически идентичны. В каждой из них, они разделены на четверть, и в каждой из этих половин размещен в свою очередь сложносоставной герб Великобритании, где в первой и четвертой частях был герб Англии, который в свою очередь в то время был сложносоставным, делился на четверти, где в первой четверти и четвертой был герб Капитингов, ну на тот момент Три Лилии, а во второй и четвертой, во второй, простите, и третий четвертях герб Плантагенетов, то есть Три Льва на Красном Поле. Вот, а в, соответственно, в прочих четвертях герба Великобритании был герб Шотландии и Ирландии, такие же, как и сейчас. Вот, но отличие герба Вильгельма от герба его супруги Марии, это был помещенный поверх его половины герба по центру щит с фамильным гербом дома Нассау, Ор, то есть Озюр с прямоугольниками Ор, то есть с билетами Ор, Лев Рампан Ор, Когти и язык Гюз. Это, конечно, весьма сжатый рассказ, если вы хотите более подробно погрузиться в тему Геральдики, то вам придется ознакомиться со специальной литературой, но единственное, что не читайте русскоязычную литературу, потому что это полный трэш, берите нормальные книги на английском или на французском, но и тут следует учесть, что во французской традиции деление щита называется совсем не так, как в английской, это тоже следует иметь ввиду. Но вот что я хотел бы напоследок сказать, это, на мой взгляд, роль Геральдики, она достаточно важная, во-первых, в средние века, конечно же, невозможно себе представить без геральдических символов, и даже вот фэнтези, которая пишется тем же Джорджа Мартином, она заимствует эту геральдическую традицию для того, чтобы придать дух эпохе, но это внешние проявления, а более важна здесь внутренняя сущность, что подчеркивала Геральдика? Геральдика подчеркивала индивидуальность обладателя гербов. То есть каждый человек, да, человек благородного происхождения, на ту пору не было гербов у крестьян или ремесленников, но человек благородного происхождения видел себя личностью, индивидуальностью, он не был частью какой-то серой масс. Герб отличал его, выделял, и он его с гордостью демонстрировал, он показывал, Вот я, вот мои предки, вот я уникален, мой род уникален, у нас славная древняя история, у меня рыцарская честь, вот мои цвета, вот мои эмблемы, я не прячу, ну я прячу лицо под забралом шлема, но все видят мой герб, все знают, кто я, я иду открыто, и я иду от своего имени. Вот Геральдика подчеркивала индивидуальность, она подчеркивала честь и достоинство, это отличительные черты западноевропейской цивилизации, которые мы практически нигде в мире, кроме Европы, не встречаем, и это очень важно, чем европейская цивилизация отличается от других, что она дала идею индивидуальной свободы и индивидуального достоинства, и это, на мой взгляд, очень важно. Ну а следующие выпуски мы посвятим еще одной теме, это история экономического развития и торговли в высоком средневековье, ну и подведем уже итоги цикла. Я благодарю вас за внимание, до свидания, до новых встреч. Продолжение следует...